Слабые уходят из спорта или становятся сильными? Начнем сегодняшнее утро именно с этого девиза. Здравствуйте, уважаемые подписчики, любители спорта. В общем, там краты. Все, кто неравнодушен к железу и подписан на мой канал, давненько не выходило видео. Сегодня я отвечу на вопрос нашего подписчика. Это Геннадий Панферов. Он в своем комментарии спрашивал про такие вещи, как составление тренировочного плана, подбор средств, то есть упражнений в плане, ну и как вообще планируют себе тренировку. Это довольно-таки обширный вопрос. И сегодня не случайно в этом месте записываю. Это мой гараж, где у меня есть свой помост. Вот вы видите там мои скромные регалии. Позади меня сам помост. Но сегодня не об этом. Просто это место для меня очень символично. Здесь я сам тренировался самостоятельно, сам думал над тренировками своими ребят, когда только начинал свою тренерскую деятельность. Поэтому сегодня отсюда буду вещать. Ну, во-первых, что бы хотел сказать, это то, что, собственно, есть такая вещь, как структура тренировки. Структура тренировки, она едина. Это подготовительная часть, основная и заключительная. То есть, попробуем все разжевать. Подготовительная. В нее входит общая разминка и специальная разминка. Общая разминка – это обыкновенная разминка, при которой вы поднимаете температуру своего тела, разминаете все суставы, связки. В общем, общеразвивающее упражнение. Далее, как только вы минут 5-10 размялись, при том, всегда затрагивайте в разминке, в общей, те места, где была когда-то травма, может быть, давняя, алицидивы какие-то. То есть, там всегда повнимательнее. Побольше, что-то, крови нагоните, побольше времени уделите, например, плечам, коленям, ну, у кого что, поясницы. Соответственно, как только сделали общую разминку, переход к специальной. Специальная разминка подготавливает нас к основной части тренировки, то есть, к тем задачам, которые вы себе поставили на данном занятии. Например, у нас толчковая тренировка. Значит, специальная разминка будет включать в себя упражнения толчковые с грифом, ну, или килограммов с 30-40, ну, вообще, с маленьким весом. Просто для наработки движения, также для разогрева каких-то специфичных, ну, как сказать, разогрева суставов в специфичных положениях. То есть, когда мы берем на грудь, чтобы у нас локти лучше поднимались и положились кисти ближе к плечам, чтобы штанга не была на весу, чтобы она у нас легла на плечо. Далее, в тазобедренном суставе разогреть все, чтобы вы садились в коленочки, смотрели в стороны, туда-куда и носки, соответственно, бедра в стороны смотрели, не сваливались внутрь и так далее. Пятка не отрывалась, все вот это. Как правило, это делается с подхода 4, причем на объемы. Можно повторение по 10 делать с грифом, там, например, 5 раз на грудь, 5 раз что-нибудь с груди поделать. Либо, если мы там со стойкой, например, будем потолкать первым упражнением, то тогда просто с груди, шелк низкий сет и так далее. В общем, любые упражнения придумывать можно под себя, лишь бы они соответствовали выполняемому упражнению в основной части. Далее идет основная часть. Здесь вы отрабатываете план. То есть кто-то либо вам пишет план, либо вы сами себе придумываете его, либо вы берете какого-то тренера из какой-то группы, с интернета смотрите, с комнат-форума. Вот это будет основная часть, это ваш план. Все. Здесь уже я на основной части подробнее попозже остановлюсь. Это очень обширная тема, здесь можно рассуждать часами, но постараюсь без воды вам все объяснить. Далее. Как сделали основную часть, весь план отработали. Идут заключительные моменты. Заключительная часть. Это растяжка обязательно. Это расслабление, чтобы пульс успокоился, температура тела упала. И соответственно гигиенические нормы. Это принять душ или сходить, если есть условия такие хорошие в зале, где вы занимаетесь, сходить в сауну, например, прогреть все тело. Кто-то у кого-то вообще очень крутые залы, там можно и в бассейн потом сходить, маленечко проплыть, чтобы расслабить мышцы, но это уже у кого как. А так основное, это растяжка и душ. Все, что я сейчас перечислил, это, в принципе, вы, наверное, и сами знали, это элементарно, но как бы без этого никуда. Это основа, это фундамент. Далее, поподробнее на основной части, как планировать. Смотрите, ребят, первое, что хотелось бы отметить, это чередование нагрузок. То есть, тренировки, как правило, делали трубковые и толчковые. Даже независимо от сколько дней в неделю вы занимаетесь, 3, 4, 5 или 2 раза в день, то есть, все равно вы чередуете толчковые и рывковые. Так лучше. Так лучше вы воздействуете на нервно-мышечный аппарат, то есть, так лучше у вас откладывается движение, соответственно, и мышцы соответствующие хорошо прорабатываются. Можно делать комбинированные, но, как показало время, практика лучше, конечно, разбивать, чтобы больше сконцентрироваться на движении. Потому что тяг, ковар, рывок, это все нужно делать похожим. Нежели вы сделали рывок, какие-то ошибки допускали, и вы уже не можете отработать на тяге, и вы идете толкать, грубо говоря. И у вас только до следующей тренировки будет время что-то исправить, обдумать. Только на следующей тренировке вот это будет тяг, ковар. То есть, лучше все ставить, как говорится, в одну колею. Но, можно, например, для разнообразия, в толчковый день первым разминочным упражнением в специальной разминике делать рывковое упражнение, например, рывок отпаха. Почему бы и нет, или рывок узким хватом. Это такое специфичное упражнение, но оно позволит вам размяться хорошо для взятия на грудь или для толчка в груди. А следующее, что хотелось бы отметить, это подбор средств. Это подбор средств. То есть, всегда у вас в периоде соревновательном, когда вы хотите больше результатов в классике показать, то есть, рывки и толчки, у вас на первом месте будут идти классические упражнения в плане. То есть, первое, второе упражнение, это будет что-то связанное с рывком или толчком. Второе уже, вторая часть, основная часть, это будет уже занимать подсобку. Это под тяги, приседания, жимы и так далее. То есть, по такому простому принципу. Если у вас базовый период, если вы, например, летом, вот как сейчас, нарабатываете свои слабые стороны, укрепляете, например, у кого-то ноги очень слабые, и он берет на грудь, но не может встать, например, со штангой. Или некоторые даже бывают такие случаи, что люди вырывали и не могли встать уже с вырванным весом. Соответственно, вы укрепляете ноги. Вы сначала идете, делаете приседания, тяги, то есть, физических качеств. Ребят, здесь можно много рассуждать на эту тему, и я предлагаю поступить следующим образом. Вот вы выслушали мое мнение, краткое, и основы по поводу планирования. Я в комментарии под видео, в описании, точнее, скину вам литературу, которую я считаю наиболее адекватной для восприятия и полезной. Вы посмотрите там, вы прочитаете, кому это действительно интересно, кто действительно сам тренируется. И для себя отложите что-то важное. Еще, напоследок, хотелось бы добавить то, что всегда спляшите от того, когда строите себе сами план, от того, какая у вас цель. Если у вас цель выступить на соревнованиях, то, соответственно, планируйте циклами. То есть, подготовьте сначала физуху, как я сейчас в последнем пример приводил. Сначала у вас физические упражнения, потом классические. Потом выйдите потихонечку на такой промежуточный период, где будет в начале классика, но физуха будет тоже большая, очень большой объем будет на нее ложиться. Потом подведитесь к соревнованиям. То есть, у вас получится три четких блока. Третьи блоки уже будут наименьшие веса в физухе, то есть, в приседых тягах. у вас будет на первом плане у вас будет скорость уступать. Ваша задача будет поддерживать скорость и гибкость, и правильную технику. И, как говорится, нужно будет поддерживать результат именно в классике. То есть, нужно будет почаще лазить на веса 90-процентные, 85-процентные. То есть, уже быть готовым к таким-то самым, которые у вас будут в первых подходах на соревнованиях. Вот. Это, в принципе, основное, что присутствует при подготовке штангиста. То есть, вот эти блоки. То есть, нужно здесь четко... Это как стратегия, ребят. Вы четко определяете, как вы готовитесь и к чему вы готовитесь. Если вы просто для поддержания готовитесь, то вы можете экспериментировать сколько угодно. Вы можете делать так, вам... Вы ничем не рискуете. Можете попробовать так сделать так, можете базовый период пропахать целый год вообще попробовать. Можете только соревновательные брать за основу. То есть, в классической методике тренироваться без перестановки вместо слагаемого, как говорится. В общем-то, вот так, ребят. Я надеюсь, я достаточно подробно ответил на вопрос Геннадия. Если что-то непонятно или я что-то упустил, я прошу еще раз написать комментарий. Вы действительно были правы, это очень полезная тема, потому что немногие знают, как спланировать себе тренировочный процесс, начинают брать какие-то планы чужие или с интернета качать. В общем-то, спорт, он еще нас учит быть не только сильными, но и умными. То есть, планировать свою жизнь, быть в режиме и, соответственно, все четко разграничивать. Спасибо всем за внимание, ребят. До скорых встреч. Жду от вас комментариев новых. Подписывайтесь на канал вновь прибывшие, кто нас еще не видел. Давайте, Дом Кратер, всем здоровья и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok